Добрый день, друзья! У нас сегодня очень интересный разговор. Встречаемся с Михаилом Кухаром. У нас уже традиционные с ним встречи. Если вы помните, чуть более полугода назад мы с Михаилом здесь же разговаривали о перспективах развития Украины, о том, что будет. Хотелось бы подвести итоги. В мире много чего происходит. Мир бурлит. Тейперинг, энергетический кризис, о чем мы поговорим очень серьезно. Кризис непоставок, логистика. Это очень серьезная проблема. Но и инфляция, которая раскручивается по всему миру. И мы прекрасно понимаем, что она будет влиять на все. И вот мы решили подвести итоги. И Михаил любезно согласился встретиться и рассказать, собственно говоря, что он думает. Михаил, во-первых, добрый день. Я вас взаимаю. Только мы виделись ровно год назад. Так что очень будет интересно подводить итоги. Как раз результатов года. Когда вы в последний раз были в Киеве. Вы знаете, время так быстро летит. У меня ощущение, что это было вчера. Итак. Начну с небольшой провокации. Но это же принято сейчас. Модно. Я посмотрел ваше интервью с Гариком Карагодским. Это замечательный местный бизнесмен. И вообще классный мужик. Очень своеобразный. Гарик сказал, что вы самый дорогой местный экономист. И он имел в виду не то, что он к вам хорошо относится. Хотя он относится, по-моему, тоже к вам очень хорошо. Миша, каким образом вам удалось стать самым востребованным? Поделитесь успехом. Правда. Я знаю, что вы... На самом деле, знаете, это так легко сформулировать. Этому так сложно следовать. Это как... Стать самым дорогим украинским экономистом очень просто. Нужно не продаваться. То есть не продавать свою позицию. А что вы делаете? Вы можете продавать свои исследования. На условиях, что когда вы приступаете к какому-то исследованию, к адометрическому, вам неизвестны результаты. Ну, значит, зачем это нужно. А обычно заказчики, особенно политические заказчики, они хотят, что... А можешь вот посчитать так, чтобы мы вот здесь были правы? Вот здесь мы были правы. Нет, не могу. Целый рынок таких. Вон они бегают по тротуару. По 500, по 1000 долларов. Пожалуйста. Они вам все посчитают и подпись свою поставят. А мы нет. Ну, поэтому мы стоим дороже всего. Потому что к нам приходят люди, которые реально говорят. Мы не знаем, что происходит. Мы рассчитывали на 15-процентный рост выручки. Она в этом году выросла на 35%. Притом мы видим, что это в долларе. Инфляция, понимаем, но это выручка в долларе. Мы не можем с точностью до 10% составить бизнес-план на следующий 22-й год. Вы можете нам более-менее корректно посчитать, хотя бы, чтобы попасть в 2-5% по инфляции и по росту совокупного спроса на нефтепродукты? Мы говорим, да, конечно, мы можем это сделать. И это стоит, конечно, дороже, чем просто нарисуйте нам успех. Да, это, кстати, действительно так. Сложнее всего не продавать. Продавая. Михаил, вы знаете, мне очень понравилось в самом начале вашего разговора с Гариком. Вы достали очень аппетитные зеленые бумажки и сказали, самый лучший, вернее, самый... А мне кажется, тоже с собой есть. Есть, да? Это очень хорошо, пожалуйста. Значит, самый вежливый вопрос, это типа большая премия. Я запомнил, мне понравилось. Хорошая традиция. Какое само время мы заплатим вашим зрителям за самый вежливый вопрос? О, это большой вопрос. Я даже не знаю, у нас, знаете, инфляция идет. Свои понимаете. С того момента, как вы с Гариком размахивали этими купюрами. Мы это обсудим потом. А пока я хотел спросить вас следующее. Ну, собственно говоря, прогнозы. Вы говорили о том, что вы можете довольно четко прогнозировать, и это подтверждается практикой, и курс гривны, и все, что происходит с мировыми валютами, мировыми рынками и так далее, ВВП Украины. Нет, смотрите, что касается мировых рынков, то тут Миша Кухар, это, конечно, маленький мальчик. Потому что гранды, гранды работают на этом рынке R&D. Deutsche Bank Research, JP Morgan, ING Trends. Ну, всех не перечислить, но это крутые ребята. У них вложено в R&D каждый год сотни миллионов евро. Кто это такой, чтобы с ними тягаться? Вот они прогнозируют, каким будет баррель, каким будет доллар против евро. А мы просто учитываем их консенсус-прогноз. Потому что что мы из Киева расскажем об Уолл-стрит. Да, 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 я помню. Что же касается украинского рынка, то да, мы первые. Действительно, с нами конкурируют МВФ, Мировой банк, тот же Deutsche Bank, тот же Goldman Sachs. Московский офис дает прогнозы по Украине макро. Ну, простите, но это как бы трак-рекорд последних четырех лет, мы сильно точнее. Вы, ради бога, извините, почему я улыбнулся и почему вас хотел даже перебить. Проблема в том, что я очень хорошо помню прогноз Deutsche Bank, когда они прогнозировали доллар к евро, вернее, евро к доллару по 0,82. Я злопамятный, я помню все. Вот только не надо мне продавать Чубанк. По мне этот банк скатился на очень низкие позиции. Да, но тем не менее, Deutsche Bank Research это одна из самых серьезных исследовательских частных макроэкономических структур, которые есть в Европе. и у них очень интересные секторальные исследования. Ну, в общем, они молодцы, мы их читаем. Ну, бог с ними, в конце концов, неправильно обсуждать ребят, когда они рядом и не могут оппонировать. Это неправильно. Так вот, у меня вопрос к вам. Вы это можете оппонировать. Вы предлагаете своим потребителям экономический обзор, прогноз. Я так понял, вы рассказывали о том, что частично вы используете искусственный интеллект. Это теперь модно. Ну, да, да. А как? Вот расскажите. Ну, очень просто. Во-первых, мы выращивали сам, свой, простите, мы выращивали свой пять лет. Но последний год, за год, что мы не виделись, у нас коллаборация с одним из топ-5 на планете открытых AI. Ну, это open source есть. Вот есть, я все знаю, что самые крутые AI сейчас у Google, у Tesla, но они их никому не дают, но доступ к ним. А есть пять open source ведущих на планете, которым могут пользоваться средний бизнес. Ну, и даже большой, который просто не вложил свои триллионы в разработку. Мы пользуемся компанией DATRIX. Это та, которая же обслуживает Revolte, например, своим искусственным интеллектом. И мы используем их методы как проверочное уравнение для своих прогнозов. Иногда мы чуть точнее, уже чаще они бывают точнее. Думаю, что со временем они все время будут точнее. Будем использовать уже их платформу. А в любом случае, на сегодняшний день заниматься эконометрикой, не используя AI, это все равно, потому что заниматься аудитом, используя только калькулятор без Excel. А вообще мат-методы вот сегодня, они действительно необходимы в этих исследованиях? Смотрите, во-первых, они не менялись в последние лет 110. Что-то будем менять? Ах, нет. Это речь идет о комбинации. Это же все авторские уравнения. Это ты следуешь феномен какой-то, и ты должен его описать при помощи алгебры, при помощи мат-статистики, при помощи теории вероятности. И вот у тебя это все есть, твое образование, твое скиллы. Ты комбинируешь методы, пока не получаешь наиболее точный результат. Речь идет о калибровке прогнозов. Это метод. Там много. Там выравнивание сезонности, отсечение экстремом. Это все стандартные мат-методы. Просто скиллы состоят в том, чтобы уметь для... Вот мы так долго следим за вот этим вот живым организмом, который называется украинская макроэкономика. Вот занятость так, там, средние зарплаты так, вот решение правительства такое, налоги, эти налоги так изменились, это на систему повлияло так. Это опыт, я бы сказал, на 75-80% транспарентный. То есть его можно применять для анализа других стран. Но 25% тут есть того, что называется местные особенности. Я очень не люблю сам, и как экономист, и как математик, я очень не люблю, когда говорят. Ну, понимаете, это нельзя посчитать, это такие местные особенности у нас тут. Кто-то издал указ, и все рассыпалось. Нет, надо просто помнить, что эконометрика – это наука, которая дает какие-то правила, ну, приближенные к, ну, постоянно повышающиеся в точности результаты прогнозные, то, что называется, при прочих равных. Когда происходят пандемии, мировые войны, революции, то, конечно же, прогнозы обнуляются, как я уже говорил, и тут мы ничем помочь не можем. Наш язык не описывает того, что находится вне пределов экономических показателей. Михаил, а вот вопрос. Смотрите, вы превратили науку, ну, в хорошем смысле, в бизнес. Это круто. Именно это мы сделали. Да. И я... Мы тоже так это называем. Нет, это действительно так. Я захожу, когда к вам в офис, я несколько раз у вас был, вы знаете, молодые ребята, горящие глаза, все сидят там, что-то трудятся, толпа народа, все умные очень. Это вы на брейнстормах насыщили. Да, 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 да. Но это действительно так. Но вы мне объясните, потребители кто? Да, вы знаете, все кто угодно, начиная, ну, в самой меньшей степени правительства, хотя и оно тоже, крупные госкомпании. Но в основном это банки. И это крепкий средний бизнес. Вот, скажем, с оборотами в десятки или в сотни миллионов долларов. Вот это наши клиенты. А если сравнить вот так вот местные и международные инвесторы? Дайте подумать. Нет, не 50 на 50, местных уже больше. Местных больше. И всем действительно хочется купить и готовы, потому что готовы платить. Смотрите, ну, вы появите простую вещь. Вот, ну, как бы приходит мол, не буду называть, и говорит... Притом, они стали этот мол, это очень яркий бренд международный в области молов. Он говорит, но мы не рассчитывали, мы смотрели официальный прогноз Нацбанка. Это как раз когда второй год войны был, 2014-2015, второй год войны, высочайшей турбулентности, рекордная за десятилетие инфляция 43%. Они смотрели на официальный прогноз МВФ. Ну, в начале года мы уже видели, что промышленная инфляция раскрутилась. Мы сделали какие-то регрессии. Мы сказали, целевой диапазон 45-55 будет инфляция. Все смеялись, хотя ничего смешного в этом не было вообще. Это надо было готовиться к такому шоку. К такому шоку вообще надо было готовиться. Те, у кого инфляция записана в KPI, это что Центральный банк, написали просто прогноз 12, МВФ подтвердил прогноз 12. Уже в первом полугодии стало ясно, что даже в первом квартале, что она разгоняется более чем на эти цифры. И они сделали уточненный прогноз где-то в апреле-майе 24%. Мы сделали уточненный 45%. В итоге было 43%. Мы промазали на 2%, а они промазали в два раза. Ко мне прибежал крупный владелец МОЛа, ну, как бы CEO, и говорит, слушай, я не могу подавать бизнес-план на следующий год, где я опять... Просто понимаешь, каждые 2% инфляции по нашей выручке означает миллиард гривен. Если я еще раз подам бизнес-план, ну, туда, материнская компания, где у меня на 4 миллиарда, я не угадал даже оборот, меня просто уволят, мы действительно готовы заплатить десятки тысяч долларов, ну, за этот прогноз, ну, сделайте его точнее, потому что я на эти лживые официальные цифры смотреть устал. И это общая боль. Это общая боль крупных компаний, которые... Они могут прийти к большой четверке, те изумительно сделают им аудит. Но прогнозируемый не макро, мы номер один. Хорошо. Но тогда вопрос. Правительство и вообще все, кто вокруг этого дела, скажем так, все, кто связаны с государством, потихонечку осознали и стали пользоваться этими исследованиями? И готовы платить? Мне не нужны деньги правительства. Честно говоря, когда мы начинали, я бы не отказался от больших и грантов, и правительственных заказов. Но на сегодняшний день наши обороты позволяют нам развиваться за собственные деньги. И у нас другая проблема. У нас, наоборот, частные инвесторы. Но, знаете, вот эти охотники, которые на пресиде ищут стремительно растущие компании, вот нам, когда сделали первое предложение, говорят, а не хотите 500 тысяч долларов? Я говорю, за сколько, за что, ну, почему? Говорят, да вообще вот ни за что, просто мы бы хотели участвовать в вашем успехе. Возьмите, ну, там 10% акций. Я говорю, да я, честно говоря, не оцениваю компанию, там, ну, в такие суммы, чтобы вот... Так, потом второе предложение, третье. Вот третье было буквально на вечеринке, где мы с вами были. Ну, просто уже смешно отбиваться. Почему-то все, знаете, половина страдает от того, что вот они хотят в свои 20 лет заработать первые десятки... Уже не менее первые миллионы, уже десятки миллионов долларов, просто за какой-то код в сети. А вторая часть старого поколения бизнесменов, которые затарились этими десятками миллионов долларов кэша, и теперь не знают, куда бы их вложить, потому что недвижимость, ну, слишком консервативная, там, свои риски. А вот хотим вот что-то так, чтобы раз, вот как с этим биткоином, так, фиксы, да, вот... NFT. Да, ну, нет, без нас у нас хватает, ну, мы... Честно говоря, у нас же сложно очень брать правительственные деньги, потому что, что бы там ни говорили об Украине вовне, но выстроен ряд антикоррупционных мер, которые... Ну, вот я не поверю, что это не мешает коррупционерам работать. Это дико мешает, по-моему, в 90% случаев коррупционеры даже не пытаются заходить в сделки и что-либо коррумпировать в работе с правительством, потому что, ну, хлопот больше, чем, ну, прибыли. Я очень не люблю работать с правительством, потому что количество, ну, бэк-офис просто разрывается. Мы пишем ненужные бумаги, что-то еще, что-то еще. Ровно эта же прибыль, ровно эти же суммы зарабатывают на частном рынке без всего этого, всех этих надстроек совершенно спокойно, поэтому... Нет, мы мало работаем с правительством, мы, честно говоря, скорее, вот иногда там обращаются, но это не правительство, это там отдельная, ну, госкомпания, например, говорят, ну, ребята, мы знаем, что вы и так считали, ну, дайте, ну, и мы дарим просто. Ну, так мы поступаем чаще, потому что заходить в какие-то тендеры... Да вот я с гордостью скажу, что за пять лет мы не участвовали ни в одном тендере. Только прямые заказы к нам в офис приходили люди, которые уже были уверены в нашей компетенции, и ни о какой тендере речь не шла никогда. Что там Воланд говорил? Никого ничего не проси, сами придут и сами дадут. Четыре года назад я бы еще не был так самоуверен, а сейчас это да, это наша позиция. Михаил, а если оценят ваш бизнес 100 миллионов долларов? Нет, нет, этого никогда не произойдут, даже в 30 не оценят. Смотрите, мы же понимаем свою нишу, ну, вот какое количество... Вот есть ВВП, вот есть количество предпринимателей в Украине, вот есть какое-то количество внешних инвесторов. Мы же свою, ну, нишу хорошо посчитали, но она в пределе составляет 10 миллионов долларов выручки, ну, в пределе. А, тогда, ну, тогда даже по 2ПС вот тебе... Мы даже ничего, мы ничего такого не производим, что могло бы стоить этих денег. Нет, этого хватает для достойных зарплат, там, ну, я надеюсь, что, ну, сейчас нас пару десятков человек, может быть, нас когда-то будет сотня человек, но не больше. Просто такая, ну, это не такая большая экономика, такая компания, больше ста человек, ну, не нужна просто. Помните, Василий Иванович спросили, ты, говорит, полковную командуешь, а дивизии, говорит, можешь, могу, или как там, армии? Нет, нет, мы маленькая, но гордая R&D-компания. Да, но вопрос вот какой. Не хотите масштабироваться другие страны СНГ, там, и так далее, Восточная Европа? Признаюсь, у нас есть такие планы в отношении Израиля и одной из стран СНГ, но я пока не хотел бы называть ее названием. Надеюсь, в следующем году мы запустим экономика Outlook в одной из ближайших стран. По нашей, основанной на нашей матмодели, основанной на нашей, ну, на нашем AI, который будет считать макро по одной из соседних стран. Миша, я хотел бы вам только попросить, но считайте, что так, чтобы в итоге шекель подешевел. Я вас прошу, а то невозможно там находиться, очень дорогой шекель. Давайте перейдем немножко к другим вопросам. Мы с вами разговаривали, как уже выяснилось, порядка года назад. Вот. Что случилось за этот год? Вот давайте по порядку. ВВП Украины, занятость. Все расскажу. Инфляция. Вот давайте по порядку. Как я и прогнозировал, вот с удовольствием говорю эту фразу, 2001 год стал годом гиперроста экономики Украины. 21. 21, простите. А я оговорился, да? Сказал 2001. 21. А это оговорка, кстати, очень кстати, потому что 21 очень похоже на начало суперцикла нулевых с 2000 по 2008 год. Точно так же, как я говорил год назад, Украина обречена лететь вверх вместе с мировой экономикой, потому что мы находимся в начале мирового суперцикла. Вот получите результаты. Номинальный год назад, мы с вами разговаривали в студии, ВВП Украины составлял 155 миллиардов долларов. Сегодня уже совершенно понятно, что он превысит 200 миллиардов долларов. Это 29% роста в долларе ВВП Украины. Экспорт Украины составлял год назад 45 миллиардов долларов. Уже декабрь еще не посчитан, но у нас есть довольно точные прогнозные цифры. Он превысит 62 миллиарда долларов. Вот вам плюс 17 миллиардов долларов только одного экспорта в этом году. И пошли дальше. Плюс 21% в долларе доходы населения. Розничный товарооборот, который был в среднем 3 миллиардов долларов по месяцу, стал 4. То есть каждый месяц украинцы в этом году покупали на миллиард долларов больше. Плюс 32% рост, ну правда в гривне, хотя при стоячем курсе это то же самое. Депозиты в население в банках. И так далее, и так далее. Ну нет сил перечислить. Конечно, как всегда, и это мы говорили и год назад, причина этого нетрудолюбия нашего правительства, конечно же усилия нашего бизнеса, однако тут доминирующая роль играет благоприятная внешняя конъюнктура. Инфляция экспортных цен на украинский экспорт, а мы считаем в нашем мансли, вот здесь у нас есть такой, знаете, есть World Communist Price Index, но он нам не подходит для прогнозирования, потому что там 60% нефти и так далее. Мы посчитали по корректным удельным весам по структуре украинского экспорта, и он у нас, ну я просто покажу чарту, он будет виден в кадре. Вот красная кривая, видите, вот это 2021 год. Прелесть какая. Вот, кстати, а вот это четвертый квартал 2021 года, а вот это плато, это 22-й. Сейчас, ну мы поговорим о прогнозе. Поговорим, поговорим об этом. Но вот этот год выдался таким, ну мягко говоря, тучным. Как всегда, такие годы уже бывали, и не только в Украине, ну такой рост, но когда речь идет не просто о двухдиджитальной, но о 20-30% росте, мы же понимаем, что такое доллар ВП. Это рост в долларе выручки компании, это рост их маржинальности, прибыльности. И редко кто в эти годы повышает уровень производства. Ну вот зачем вам, вот вы пускаете, вы такие глобусы, да, продавали их на 10 миллионов долларов в год, в этом году продали на 13, тоже количество глобусов. Зачем вам еще повышать, ну это уже, если вы слишком жадны, вот это как бы, хотя есть же риск упереться в то, что, ну никому в мире не нужно просто больше. И поэтому у нас довольно скромные показатели, кроме сельского хозяйства и айти, которые растут как просто по, ну у айти был удачный год после ковида, а у сельского хозяйства был суперурожай, мы впервые перевысили 100 миллионов тонн. В советское время Украина выращивала в лучшие годы 52 миллиона тонн всех культур, в этом году 103. И это привет господину Глазеву и всему институту экономики стран СНГ. Обязательно. РАН, который все возится с этой мифологемой о том, что Украина не достигла своего советского величия. Личный передал. Да, и у нас довольно скромный рост будет реального ВВП, потому что, конечно же, 53% инфляции экспортных цен, это 53% рост экспортной выручки должен был бы быть, если бы мы сохранили все рынки. Но мы даже частично потеряли, поэтому у нас рост экспорта 32, если не ошибаюсь, и в... Нет, 33-34% рост экспорта, и в этих условиях, конечно же, выросли и внутренние... То есть, если арматуру покупают и прокат вовне в полтора раза дороже, какой смысл тебе продавать дешевле на внутреннем рынке? Цена растет. Растет что? PPI. Растут промышленные цены внутри страны, и они программируют инфляцию в будущих периодах. В этом году внутренняя инфляция довольно скромна, 10,5% при 20% росте долларовых зарплат. Это просто изумительно, потому что обычно проблема взаимоотношений работников и правительства, и работодателей в чем состоит? В том, что сначала цены повышаются, а потом жадные работодатели, наконец-то, вынуждены повышать зарплаты уже по индексу. Ну уж когда некуда деваться. В этом году обратная ситуация. То есть, то, что называется располагаемый доход, вот он увеличился на сложные 10%, потому что зарплаты на 21%, а цены только на 10,5%. Поэтому, ну, все стали богаче. Конечно же, после такого скачка рост этот обязательно вытормозится в 22-м, простите, году. Он выйдет на некое плато, по некоторым отраслям будут даже просадки. Многие воспримут это за рецессию. Почему мы поговорим с вами? Потому что все-таки у нас с марта начинает ФРС поднимать учетные ставки. И, конечно же, там будет беда-беда. Ну, больше сравнить в внешние рынки. Всем покажется, что все, конец этого роста, никакого суперсайкла не будет. Но это будет лишь зубец. Я это абсолютно верю, что пока эти большие деньги не разойдутся по миру, они еще нас порадуются. Но это так, если вкратце. Я помню, был у нас в армии старшина Пилипенко, он мне говорил, студент Кагор, но это когда был на сборах, студент Кагор, он меня звал студент Кагор. Я против вас рисую зубец. Как сейчас вспомню. Вот, замечательный человек был. Вот, но, Михаил, смотрите, не кажутся ли вам те проблемы на рынке труда? Давайте отметим все-таки, что прогноз сбылся с удивительной точностью, которую мы обсудили во многих параметрах года на сайте. Нет, прогноз очень сильный. Я только пытаюсь понять. Вот, держу я эти варанты, эти банды, имя ереська, которые привязаны к вашему экономическому росту. И не могу понять, почему они еще 200 не стоят. Ну, как бы вашими устами да мед пить. Очень верный вопрос. Давайте объясним зрителям, потому что вдруг не вы один попали с этими варантами. Что же попал? Может, я еще не попал? Смотрите, я не раз сталкивался даже среди членов правительства, простите, и крупных бизнесменов моей страны, что люди не понимают разницы между номинальным ВВП в гривнях, номинальным ВВП в долларах и реальным ВВП. Давайте начнем с реального. За что я люблю Украину, что у нее всегда есть нюансы. Нет, это вообще-то англосаксы придумали. Мы это здесь при чем? Понятно. Они вообще-то пять видов ВВП придумали. Есть еще на душу населения и по паритету покупательской способности. Поэтому они захватили весь мир. Я настолько не усложняю. Мы должны просто понять, какой из этих пяти видов ВВП. А их скоро будет шесть, и семь, и восемь. Это уже недовольные, уже считают экологические ВВП. Вот какую часть ВВП производит страна, вообще не сжигая уголь и газ? Нет, все понятно. Можно много. Михаил, пошли. Так вот, почему вы по варантам не получите часть нашего богатства? Да по одной простой причине. Потому что в проспекте эмиссии варантов указано, что вы получаете процент, когда рост реального ВВП выше трех процентов, такой проценты, выше четырех такой, ну и так далее. А до трех вы ничего не получаете. Боюсь, что в этом году как раз вот реальный ВВП будет ниже трех процентов. Хотя правительство надеется, что выше. При такой высокой, ну при такой высокой долларовой инфляции, при таких высоких темпах, повторюсь, роста долларовой выручки у предприятий 30-50 процентов в год, мало кто в эти годы еще и на 10, или на 7-8, на 10 наращивает выпуск продукции. Обычно выпуск даже уменьшается, потому что получается, что мы получаем тот же результат при тех же издержках. Например, вот я люблю приводить студентам вот такой пример. Вот возьмем страну X, условно называемая Украина, у которой... Ведь что такое реальный ВВП? Что такое реальный ВВП? Это ВВП, взвешенные на инфляцию текущего года. Чтобы понять, какой рост достигнут просто за счет масштабирования цен на инфляцию, а какой за счет увеличения физического выпуска продукции. То есть физически больше тонн стали, физически больше тонн зерна вырастили и так далее. Физически больше выпустили этих глобусов. Так вот, представьте себе, модель экономического роста Украины 2021 года, сильно огрубляя, чтобы всем было понятно для аудитории, потому что я понимаю, что я сейчас говорю в основном для людей, которые не так сведущие в экономике именно моей страны и не знают нюансов. Поэтому вот упрощенная модель для них. Представим, Украина имеет экспорт в 10 миллиардов. Цифры условные. Хотя они очень похожи на реальные, кстати. А в 10 миллиардов чего-то, скажем, металла, металлопродукция. И вот, о, такое счастье случилось. На внешних рынках цены на металл выросли в три раза. Что, кстати, очень похоже по руде на реальную ситуацию. И вместо 10 миллиардов долларов эта страна получает экспортные выручки 30 за тот же тоннаж. Но тоннаж не тот же, потому что в этот же год физическая выплавка упала на 0,5%. Внимание, вопрос задачи. Насколько изменился реальный ВВП страны Икс? Он упал на 0,5%. Хотя эти лишние 20... Потому что что такое реальный ВВП? Еще раз, это показатель роста экономики, который полностью игнорирует фактор цен. То есть он на них делит по пропорции, понимаете? Он убирает фактор цен полностью из уравнений. И мерит изменения. Все, на 0,5% упало, вот вы получите, распишитесь. Хотя 20 миллиардов, мы с вами понимаем, что такое лишние 20 миллиардов, и на флоу в страну. Они зашли сюда, получили... Топ-менеджмент завода получил премии. Он купил много недвижимости. Построил загадные рестораны. Они подняли зарплаты рабочим. Те пошли в молы. Вот так. Ну, эти деньги еще 3-4 оборота. И, ну, понимаете? Поэтому я люблю... Я... Ну, не то, что я люблю. Я считаю, что наиболее точно отражают экономический рост Украины, России, Казахстана. Как раз показатели доллара ВВП, которые коррелируются с зарплатами, которые коррелируются с уровнем жизни, которые коррелируются с тем, что можно потрогать или увидеть в окно. А вот этот вот реальный ВВП, он, конечно, нужный, как один из пяти. Но то, как на него все молятся, я, честно говоря, но я не разделяю этой академической практики. Михаил, вы знаете, вот слушая вас... Но варанты привязаны к реальному ВВП. Это наша большая удача. Вот. Слушая вас, я вспоминаю старый анекдот. А где ж моя взятка на Козырного Тузата? Раскладец, батенька. Вот это классический случай. Я так понимаю, что когда международные инвесторы реструктурировали долги, так сказать, которые делал Ерейска, Ерейска уже, я не знаю, заранее она это просчитала. Или просто повезло? Я думаю, что просто повезло. Потому что, ну ладно, вы на Минсайд. Я когда только вышел этот... Он не был опубликован еще по этой проспектной миссии. Они опубликовали просто пресс-релиз на сайте Минфина. Он был на украинском языке. Я понимал, что погрешности перевода могут быть, ну просто любые. Я добился встречи с одним из людей, которые руками делали эту сделку. Ну, с одним из инвестбанкиров с нашей стороны. И он привез с собой на встречу. Это документ, что я у него попросил. И я жадно стал вчитываться, искать GDP in US dollars. Не нашел. Нашел только real GDP. Выдохнул. И сказал, а вы это специально сделали? Говорит, а что? Я понял, что они не поняли. Это потрясающе. Михаил, ну тогда хорошо. Нет, это действительно гениально. Вы знаете, в этом вся Украина. Вот в этом. Раскладец, батенька. Кстати, мне это напоминает, очень сильно напоминает ситуацию с газом. Мы еще вернемся к макроэкономике. Ваши любимые, да и, собственно, мои тоже. Но я хотел на секундочку вернуться к раскладу с газом. Вот давайте я вам дам те цифры, которые я реально знаю. Да. То есть я человек простой. Вот я вижу, знаете, как киргизский аккент. Что вижу, то пою. Отлично. Украина производит примерно 21 миллиард кубометров газа самостоятельно. Ну, производит. Потому что на Полтавщине, в Одесской области реально есть производство. Вполне нормальное. Украина, как я понимаю, весь этот газ продает в мир, так сказать, в большой мир по аспотовым ценам. Шикарно с этого заработка. Она продается на внутреннем рынке. На внутреннем рынке. Конечно. Хорошо. При этом Украина покупает еще у гигантской, скажем, газовой державы. Есть такая гигантская газовая держава, называется Словакия. Реверсный газ. Вот. При этом мы же понимаем, что газ никуда реверсом не ходит. Мы транспортируем через Словакию. Мы покупаем на Хаупгартене это держава Австрии. Нет, я понимаю. Это один из шести крупнейших газовых хабов Европы. Там весь газ вот так перемешан. Я понимаю. Вы мне сейчас рассказываете про идею Рейтердам. Суть-таки о том, что большая часть из него русская. Верную в том смысле, что вообще четверть европейского газового рынка состоит из русского газа. Он так перемешан. У меня такое ощущение, что газовый рынок это рыбок. Учитывая территориальную близость, на Хаупгартене, наверное, ближе. Ну, больше всего русского газа. Ну, пускай будет. Молекулы-то не мечены. Нет, я понимаю, что молекулы не мечены. Это, кстати, тоже интересная тема. Но, понимаете, я когда-то в жизни давно изучал физику. Я понимаю, что газ не может одновременно и туда ходить, и сюда. Я так понимаю, что когда он идет туда... Нету двух параллельных труб. Да, но тем не менее... А они есть. Хорошо, но я понимаю, что основное все-таки это взаимозачеты. То есть взаимозамещение. Это называется замещение. Замещение. И это, кстати, не какое-то нарушение. Это буквально легальная процедура в рамках третьего энергопакта. Так работает весь газовый рынок Европы. Вот это вся паутина газопроводов. Вот трейдер из Италии покупает у Фина газ. И его не гонят физически все молекулы через всю карту Европы. Он просто с ближайшего хаба ему поставляют. Правильно. А теперь, внимание, вопрос. Значит, все понятно, что здесь идет по замещению. Например, есть такая ветка Оренгой-Помары-Ужгород, которая идет дальше на Словакию. И Словакия получает оттуда газ. Я вряд ли думаю, что она добывает столько газа. Вот. Но. И по дороге, естественно, Украина в рамках договоренности забирает сколько-то газа себе. Но. При этом украинский потребитель все равно. Нет, мы берем деньгами. А, вы деньгами берете. Да, это было на Москве, она стояла на этом в 2005 году. Хорошо. То есть получается, что на текущей ситуации, во-первых, но тем не менее, ваш потребитель за реверс-то платит, то есть за дополнительную доставку 40 долларов на тонну, на тысячу кубометров. Это, я посмотрел бы на ваши расчеты, как у вас получилось 40 с Хаупа-Гартена. У нас получается 15-27 с Пигника и с Хаупа-Гартена. Но, ну да, вы, наверное, считаете еще входные налоги за вход в систему. Ну да, тогда, конечно, может быть, ну тогда может быть 40. Нет, ну то есть мне понравилось. Честно бухгалтерская операция, но комиссию взяли. Так поступают все хабы, все шесть хабов Западной Европы. Это называется третий наркопакт. Я просто к чему говорю. В том смысле, что наши хранилища, оказывается, слишком много зарабатывают, неплохо зарабатывают, да? Да. Я хочу сказать, что я сел и посчитал, сколько же заработала Украина. Точнее, я так понимаю, что в Украине зарабатывает не страна, здесь не самая богатая страна, но здесь очень небедные парни. Нет, это полностью государственное предприятие, честно говоря. Там тоже все в порядке с антикоррупцией, так что я сильно не критиковал бы наши газовые хранилища о том, что у них тарифы завышены. Они, кстати, ниже европейских. Да? Ну хорошо. Хотя 40 долларов грустная калькуляция, я не думал, что так много. Вы мне объясните другое. В итоге, вот на текущем энергетическом кризисе, вот Украина все время говорит, мы же как бы несчастные, бедные. Я так понимаю, что нынешний кризис Украины... Нет, это ваши СМИ так говорят. Мы не комментируем. Минуточку, я вообще израильтянин. У меня наши СМИ, это вопрос творческий. Так вот. Поэтому, кстати, когда вы говорили, что собираетесь продавать в Израиле свои творения... Да. Вас это интересует больше, чем... Нет, нет, нет. Я хищно улыбался, представляю, как вы впариваете что-то евреям. Это что-то новенькое. Но у меня еврейский партнер. А. Ну хорошо. Будем считать, что вам повезло. Я лично предпочитаю с израильтянами бизнес не иметь, потому что потом оказывается, что ты же еще и должен. Ну это ладно. Я бы самостоятельно не смог зайти на этот рынок. Это как раз со стороны Израиля было предложение. Ну, на секундочку, я отвлекся. Возвращаемся к Украине. Насколько я понимаю, на газовых раскладах Украина очень неплохо зарабатывает сегодня. Причем, насколько я понимаю, миллиарды долларов. О, полагаю, у вас преувеличено отношение величия нашей Родины. Давайте скажем страшную правду. Этот год выдался необычным на газовом рынке, мягко говоря. Да, это вообще. Его необычность состоит в том, что Газпром умышленно снизил до минимальных контрактов объемы поставки по двухсторонним контрактам на европейский рынок. И почти до нуля вот эти вот flexible поставки на спотовый рынок. На спотовом рынке газа в среднем за десятые годы, нет, не за все десятые, но, скажем, года с 13, 14, 15, 16 точно на споте продавалось иногда 50-60% всего газа, а потребление Евросоюза это 365 миллиардов кубометров на минуточку. Из них доля Газпрома условно около 120 было. Это от четверти до трети было иногда. И вот Газпром умышленно снижает свою долю до 40. За счет чего? За счет спота в первую очередь. И на споте в этом году вместо обычных 50% газа продается всего 2. А теперь представьте картину. Эти 2%. Спрос велик, потому что есть еще много покупателей, которые уже вообще перестали заключать с Газпромом какие-то там прямые договора. Не только с Газпромом. С Норвегами перестали, с Алжирцами перестали. Потому что они всегда знают, они пришли на биржу, купили по маркетпрайсу. Зачем ехать к какому-то Салтану, кланяться ему, что-то подписывать, там юристы, стокольные арбитражи, еще обдурят по дороге. Нет, он пришел на биржу, купил. Очень понятная схема. С Украиной же никто не сопоставляет. Ну, Украина один из ведущих производителей металла в мире. Так вот, ну, страшный сон металлотрейдера из Лондона договариваться с Кучмой, с этим, с кем? С Зеленским, с Порошеном. Зачем? Он пошел на лондонскую биржу металла, купил, что тебе надо. ММК Вини Лича тебя прямо привезет, и Азов Сталю вот так вот положит на причал в Ливерпуле, сколько скажешь. И сложит так, как скажешь. Ну, какие договора с кем? Потому что существует биржевой рынок. Такое же существовал по газу. Газпром его умышленно убил. Просто умышленно убил. Снизив его долю до 2%. Эти два, вот эти страшные цены, что мы видим на мониторе, тысяча, тысяча пятьсот, две, о, уже две тысячи, о, тысяча семьсот. Это торговля всего лишь двумя процентами объема. Скажите мне, как биржевик, ну, и инвестбанкер с вашим опытом, мы можем говорить, что фрифлот 2% диктует маркет прайс для всего рынка? Когда? Германия сидит на прямых договорах по 180, вообще ничего, вот не волнует ее вообще ничего. Половина Европы в диапазоне 200-300 евро за тысячу кубометров. Только контракт закончился у бедных румын, молдаван и кого-то еще, а, и болгар. И вот их говорят, ну, знаете, следующую цену надо... Сербы тоже. Следующую цену надо уже все-таки 450-500. Потому что Газпром сам не верит. Ну, потому что какие две тысячи, вы что, с ума сошли? Какие две тысячи? Это в какой промышленности ГАЗ по две тысячи ложится в себестоимость? Вот, предположим, была некая отрасль промышленности, абстрактная, ну, абстрактная, у которой себестоимость газа была 10%. Это много, кстати. А еще 30 оплаты труда, а еще 40% комплектующий, а еще какая-то маржа сверху, да, 10%. И вот ГАЗ подорожал 10 раз. И себестоимость газа в себестоимости продукции стала не есть, а 100%. А остальное 200%. А маркет-прайс, почем продается, ну, то есть, на 50% нерендабельную отрасль, правильно? Ну, если грубо считать. А были отрасли такие, как химия. Производство азотных удовлетворений, там, чуть ли не 60-70%. Процента себестоимости, это стоимость газа. И он подорожал. То есть, теперь 700, да? Не 70, а 700. Ну, бред же, да. Поэтому проблема искусственно создана. Ясно, что это в рамках политической дискуссии о Северном потоке-2. Ах, вы так, а мы сейчас нет. Вот, или открывайте ту трубу на наших условиях. Потому что, в принципе, с тех пор, как Байден снял санкции Северного потока, дискуссия же идет только с Германией. Потому что в рамках того же, ну, третьего наркопакта не может одна компания быть импортером, контрибьютором и ресейлером внутри. Что значит, не может владеть сетями, ну, быть поставщиком, транзитером и владеть сетями распределительными. То есть, продавать на розничном рынке. Поэтому Германия хочет всего лишь, чтобы 50% Северного потока-2, это был фрифлот. То есть, купили какие-то другие люди, для которых команда из Кремля. А теперь выключите трубу, потому что у нас тут игра. Они сказали, подождите, у нас прибыль, у нас биржа, у нас отчеты акционер. Ну, нам выгодно качать и продавать газ. Мы, ну, не собираемся в этом участвовать. Это то, чего добивается Германия. А Путин добивается того, чего добивается Путин. Чтобы на его условиях ему открыли эту трубу. Поэтому он высушивает все остальные. Последний дерзкий, ну, вообще, фрахтовать польскую трубу. А потом за сутки снимать фракт, платить все пенальти, ну, вот полностью. Понимаете, на самом деле, я-то думал, ну, многие так полагали, и европейские аналитики писали, что проблема вот этих высоких цен, это Газпром сыграл очень красивую игру. Он сейчас разгоняет эти цены. Потом включает СП-2. Газ течет, ну, уже по тысяче. И он продает бешеный объем на высоких ценах. Как бы не так, Евгений. Вот даже вот эти 2%, которые фрифлота, это не Газпромовский газ. Труба до сих пор закупорита. И на вот этой игре Газпрома пока что зарабатывают норвежские трейдеры. Безумные деньги, потому что это они по эти 2 тысячи продают. Но не только Норвеги вообще-то. И украинские трейдеры тоже прекрасно зарабатывают. Ну, кстати, и самый парадоксальный. И даже украинские трейдеры, которые летом закупились по 300. В этом все и дело. А газохранилища здесь колоссальные. Я как раз эти прибыли имел в виду. А почему не зарабатывают Газпромовские трейдеры? Потому что у них политическая команда не поставляет физический газ. Не, ну, кроме Газпрома есть еще Новотек. Бог с ним. Именно. И где же они на рынке? Где их 6 миллиардов кубометров? Мы бы хотели их видеть. Мы бы их, кстати, купили. Нам как раз десяточка нужна. Где они? Их нет. Потому что мне кажется, что там есть силовая команда. Вот точно так же, как... Почему стоит сухая белорусская труба? Почему стоит сухая польская труба? Что это за наглость? Североморскую норвежскую трубу, ну, там, одну из четырех, фрахтануть, а потом оставить сухой. Заплатить штраф. Михаил, подождите. Мы с вами уже немножко далеко зашли. Я мог бы вам оппонировать немножко. К примеру, смотрите. Насколько я понимаю, да, я понимаю, что здесь большая достаточно составляющая политическая. Мы не будем это отрицать, это глупо отрицать. Но, насколько я понимаю по цифрам, Газпром говорит, что он увеличил прокачку газа в Европу. Не уменьшил, а увеличил в этом году. Давайте посмотрим на цифры. Я вам покажу график. Что касается одного из основных направлений транзита, это Украина. Вот я вам сейчас покажу по месяцам, как выглядела... Там идет же сейчас Северный поток-1, во всю, так сказать, идет газ. А процент загрузки не помните? Не помню. И я не помню. Но я вас уверяю, что не 100. Я думаю, что даже не 80. А вот это первые 10 месяцев этого года прокачка через Украину. А вот это пик сезона закачки. Видите? А вот это среднее в прошлом году. Показательный график. Вот только сейчас стали давать последние 3 месяца эти объемы, чтобы выйти на формальный минимум, который должны прокачать. Кстати, не вышли. Но, кстати, вопрос. Если сейчас, допустим, я не буду спорить с цифрами, допустим, сейчас стали резко увеличивать прокачку. Нет, сейчас опять уменьшили. Видите, вот в этом месяце, в этом месяце опять вот так. А вот так. Вот декабрь. Тут я смотрю, так холодно в украинских квартирах. Не, ну реально. Вот слушайте, я сейчас в Киеве, в квартире холодно. Мне приходится постоянно включать кондиционер. Мы здесь с вами сидим. Но согласитесь, здесь не 25 градусов. И даже не 18. Ну вообще 18 да, но не 25, это верно. Все-таки мы сидим в большом моле, где двери на паркингу так открываются. Смотрите, дома не холодно. Дома не холодно. Не такой Ташкент, как при Союзе. Ну, в моем советском детстве топили так, что мы едва успевали открывать окна. Сейчас такого нет, конечно же. Но если вы спрашиваете о том, хватит ли в Украине газа до конца зимы, да. То этот вопрос стоит. Города миллионники точно не замерзнут. А вот промышленности в феврале может немножко не хватить. Это такая проблема есть. Но этот стресс-тест показывал, что может не хватить второй половины февраля в начале зимы. Но, Господи, не источим на милость, у нас за первую треть зимы только пять дней с отрицательной температурой. Все остальные были с плюсовой температурой. Грубо говоря, треть проблемы мы уже прошли, на плюсовой почти в температуре 25 дней. Поэтому даст Бог и до весны даже. Вот даст Бог, это классика. Михаил, ну хорошо, Бог с ними, с газовыми вопросами. Нет, давайте, чтобы покончить с газом. Вся эта игра плохо кончится. Плохо кончится тем, что Байден расчехлит сланцевые скважины. То есть, понимаете, и мне пока цены были 200. Пока уже я боюсь, что зеленые отойдут в сторонку. Потому что когда что-то, что стоило на Генри Хаби всегда стоило 150 долларов, где-то кто-то гребет по тысяче, боюсь, что зеленые пока пару лет подождут. Потому что если «Газпром» хочет уступить свою долю американским добытчикам, то тогда мы ее заберем. В Норвегии трубу, чуть ли не превышая давление по мощности, загружают. И уже наняли танкера, чтобы от скважины, ну не только трубой, потому что у нее есть диаметр, есть предельный, ну предельный, благодаря диаметру. Ну а еще танкера будут и лынджи подвозить прямо со скважин. То есть, понимаете, когда возникает такая ценовая аномалия, да еще и на рынке золотого миллиарда, сразу же куча стран становится в стойку. А как эта флотилия развернулась из Китая? А саудиты что, будут сидеть и смотреть, как кто-то деньги зарабатывает? Черта с два, нет. Такого уже не будет. На следующий сезон закачки завезут. Вот посмотрите, что будет с ценами летом. А вот ваши прогнозы? Я думаю, что упадем ниже 500. Ниже 500? Да. Но вообще ниже 500, это тоже шикарные цены для производителей? Нет, не шикарные. Есть некая цена, которую вы на Евростате найдете, которая называется acceptable price для газа. Это 308, переводя себе British Thermal Units в эти привычные для нас доллары за тысячу кубометров, хотя никто так не считает, кроме Украины, России. Но у нас формулы стоят, будет все пересчитано. Так вот, для них acceptable price это 308. 308. Вот ниже 308, окей, промышленность happy, все happy. А вот выше, это проблема для некоторых отраслей. Единственное, что, конечно же, ничто на Земле не проходит бесследно, как пели в той песне в нашей молодости. И этот газовый кризис Европы 2021 не мог не вылиться в аграрный кризис планеты Земля 2022. Вот, об этом мы с вами поговорим. Давайте об этом чуть позже. Я бы хотел вначале подвести итоги. Итак, у нас по Украине рост ВВП драматический, подчеркиваю, долларовый. Высокий. Да, реальный тут как бы расклад. Мы уже с вами установили. При высоких инфляциях редко где на высокие цифры растет реальный ВВП. Он тоже растет, но на весьма скромные цифры. Правильно. Но богатство, совокупное богатство и располагаемый доход и корпоративного сектора, и населения вырос на двузначную цифру. Что у нас с инфляцией по Украине? Она вдвое отстает от темпов роста зарплат. Это уникальная ситуация, которая повышает располагаемый доход населения и инвесторесурс бизнеса. То есть 21% рост зарплат, 10,5% инфляции. Ровно в два раза ниже. А что со ставкой Национального банка? Они начали поднимать? Да, конечно. Смысла в этом немного, потому что у нас едва ли 15-20% первичной эмиссии это рефинансирование кредитов. Поэтому там хоть как не поднимают, а только на 1,5% влияет на цену денег. Поэтому поднять произошло с 7,5-8,5-9%. Сейчас текущая ставка 9%. То есть ставка 9%, а поднимали ее с 6,5%. Да. А какая инфляция? Ну, по крайней мере. 10,5%. 10,5%. То есть, смотрите, классическая же формула, учетная ставка должна быть выше предполагающейся на следующие 12 месяцев. Не то, что была. Так, что была, уже опоздали. Уже у вас при 10% инфляции вы выжили при 6% ставке. Все, вы потеряли деньги. Ожидающиеся на следующие 10 месяцев. Ну, а ожидающиеся... Тут прогнозы неплохие. Ну, Национальный банк, как всегда, оптимистичен. Он считает, что ко второму полукодию войдет в таргет 5,5%. Украина экономика Outlook так не считает. Мы предполагаем, что это будет 8+, но они могут удержать ниже 10. Да, это так. То есть ставка станет нейтральной, по сути своей? Ну, она станет такой, как должна быть. Инфляция плюс один. А по вашему мнению, ставка должна быть всегда инфляция плюс? Ну, так считает Милтон Фридман. Кто я такой, чтобы с ним спорить? Ну, я, например, так не считаю. Вот я и как раз хотел послушать. Было два периода в новейшей экономической истории Украины. Вот последний из них... Вот я уже начал говорить цифры по нему, поэтому вашим зрителям будет понятнее. Вот тот самый ужасный, самый сложный за десятилетие, второй год войны, 2015, второй год падения, катастрофической экономики, доходов всего, инфляции 43%. Нацбанк держал учетку на 28%. Он умышленно держал ее ниже инфляции. Потому что если бы он шел туда, ну, это гиперинфляция. Ну, как бы... То есть тогда вообще никому не нужны деньги. Ну, кому нужны деньги под 50-100%? Ну, это абсурд. Поэтому лучше 2-3 квартала поддержать ставку на отрицательном уровне, но вернуть деловую активность. Поэтому примерно, я думаю, такие... Ну, они со мной не делятся, правда. Но я думаю, что примерно такие же резонные у ребят с Нацбанка и сейчас. Поэтому я... Ну, к чему, к чему. А вот к политике учетной ставки у меня претензий нет. Хорошо. То есть получается, что... Вот, понимаете, для меня это очень серьезный вопрос. Объясню. В данном случае давайте поговорим как экономисты. Мое мнение следующее, что, смотрите, допустим, инфляция у нас 9%, 8%. Ставка Нацбанка или любого другого регулятора 9%. Окей. Какова доходность по хорошему, высокому качеству корпоратам? Ну, очевидно, 10-11%. Вы знаете, у нас нет высокого качества гривитевых корпоративных облигаций. Допустим, что они есть. Они есть, но они очень разные. Мы можем говорить о долларовых, потому что у нас еще много выпусков евробандов. А сколько они, кстати, дают до сегодня доходность? Ой, вы знаете, после турецкого кризиса, ну, и вы же дали скачок, мы вообще потеряли полторы фигуры. Подоходность? Да, да. Ну, в смысле выросла доходность? У нас суверен котировался под... Ну, скажем так, это не только Турция повлияла, это вообще вот эта нервозность осени всей повлияла, когда все ожидали от ФРС этих новостей, так и не дождались, но Британия, Швеция уже стали повышать учетные ставки, и деньги рванули, ну, кто-то нервно стал сбрасывать бумаги из Семерджи Макси. Мы имели реальные шансы заимствовать вообще по 5 с четвертью, 5 с половиной в сентябре, да, в долларах. А сейчас? А сейчас 8-9. 8-9 годовых? Да. Притом последний скачок, вот с 7 с половиной до 8 с половиной, и даже 9 по некоторым срокам на встречке, произошел как раз во время этого турецкого ралли. Когда вы говорите 8-9, вы имеете в виду длинный конец коревой или же короткий? Когда я говорю 8-9, я говорю эффективную доходность, которая рассчитывается торговым терминалом по сроку оставшемуся обращения 7-8-9-12 лет по бандам. То есть, грубо говоря, легко сейчас найти украинские банды, скажем... С доходностью 8+. 8+, там, трехлетние. Трехлетние, пожалуй, там будут 7 с чем-то. 7-7. Да, от 5 лет 8. От 5 лет 8. От 5 лет 8. Тогда у меня вопрос. Вот зная ситуацию в макроэкономике, предвидя ее, как вы считаете, по нынешней жизни, это хорошее вложение или опасное? Вы знаете, Евгений, я бы тут вас послушал. Потому что я скажу, в макроэкономике тут две равнонаправленных силы. Ну, не равные, две противоположно направленных вектора действуют. Первый. Конечно же, суперцикл. Конечно же, снижение инфляции. Конечно же, увеличение роста. Конечно же, никаких видимых туч на горизонте, типа каких-то реструктуризаций, дефолтов и всего остального. На эти 7 лет... 8 уже не скажу, потому что 8 может переклестнуть нынешний цикл. Там другая история. Там можно как раз попасть на кризис. Не предъявиться. Но с другой стороны, есть мнение, и я тут не согласен с нашим уважаемым коллегой Славой Наземцевым, что мы теперь навсегда живем в мире нулевых отрицательных процентных ставок, потому что уже события этого года и прогнозы на следующий показывают, что нет, мир возвращается к нормальности, и ставки ФРС будут расти и весь 22-й, и весь 23-й год. И даже совершенно верно, я читал у вас прогнозы, они совпадают с прогнозами американских грандов, насколько что... В принципе, встретим на нормальных двухгодовых через два года. И опять будут прекрасные британские банды... Ой, простите, Трежери Биллс у нас будет стоить свои обычные 4-5 годовых, и можно будет красиво проковать деньги в надежном инструменте, да еще и доходность будет неоскорбительной. Ну, потому что сейчас же это просто издевательство какое-то. Абсолютно. А мы же с вами выросли в двудиджитальном мире, это непотребно. Какая разница мне, 1,4 или 1,9? Это нафиг. Это нафиг. Абсолютно. Это лучше просто на счету держать. Ну, фактически. Какая разница? Да. И поэтому, если это задаст траекторию роста Лайбера до тех нормальных величин, которые 5, плюс-минус 1%, вот все-таки, ну, четверть века, ну, последнее, ну, Лайбер был 5%. Ну, все же... Чуть ниже, чуть выше. Я помню, 7 был. Я помню, 3. Но... Михаил, вот, кстати, значит, по поводу... Давайте мы с вами закончим по Украине. Потом мы перейдем к всему миру. Поэтому может оказаться, что если Трежери Биллс будет давать 4,5, то может и невыгодно по-вовсем украински покупать. Может, три фигуры – это маленький спред. Обычно у нас был... Риск-доходность, да? Да, да. Нет. Спреды от американских... Я понимаю. Нет, просто премия за риск определенный. Да, да. Может, это и мало. Хотя, сравнивая с сегодняшними ставками, это как бы и много. А вот, кстати... А с другой стороны, если вы сейчас купите бумагу, которая дает меньше, а потом по ней котировка вырастет, то вы сильно потеряете, ну, сбрасывая на вторичь, ну, не номинальную разницу, а больше с дюрацией вы потеряете. Михаил, у меня вопрос прямой. Украина платежеспособная. Абсолютно. Сколько сегодня долг от ВВП Украины? Скажу с огромным удовольствием. Жаль, нет цифр в выпуске, потому что... Ну, я их знаю наизусть. Да мы шесть лет. Как я и говорил, как я и говорил год назад, Украина... Ну, вообще, вот, чтобы было понятно, вот если после... Украина за последние 10 лет – это государство Восточной Европы с в среднем плюс-минус, чуть больше, чуть меньше 150 миллиардов долларов ВВП, у которого нормальные платежи по внешнему долгу составляли 4-5, ну, иногда 7 миллиардов долларов в год. И вот график платежей так иррационально накопился, что выдалось 3 пиковых года. 3 пиковых года – это 19, 20, 21, когда мы платили на минуточку 13,5, 14 и 12 миллиардов. Ну, мы с вами об этом говорили, и, честно говоря, боялись, что Украина... И вот прошлый год был последним. И я вам говорил, ничего страшного, уже два самых страшных прошли, вот еще один страшный, а уж потом заживем. Так вот, теперь уже живем. А сколько нужно будет? 6,5 в следующем. А дальше? И после не спадающей. Ну, мы сейчас на выпускаем Евробанду, оно чуть-чуть подрастет, но, в принципе, это та же нагрузка, 6-7 миллиардов, но уже для 200-миллиардной экономики, дорогие друзья. Ну, нечего бога гневить, ну, это не нагрузка. А какие резервы Украины? Они выросли с 30 до 33 миллиардов долларов за этот год, а вообще они выросли с 15 до 30 за последние три года. А насколько дефицитен бюджет сейчас? Или он профицитен? Это ужасно, но бюджет постоянно выполняется с меньшим дефицитом, чем планируется. А сколько? В прошлом году планировали 8,5, сделали 5. Процентов от ВВП? Да. В этом году планировали 4,5, сделали меньше трех, потому что в условиях такого роста экономики, представьте себе, что еще и на эти же цифры растут доходы бюджета, и, соответственно, не нужно столько заимствовать. У нас перевыполнение на 60 миллиардов гривен, это порядка 2 миллиардов евро доходов бюджета в этом году. У нас впервые за 20 лет профицитный пенсионный фонд. Раньше пенсионный фонд адаптировался с центрального бюджета, потому что постоянно не хватало денег. А в этом году при росте зарплат на 21%, взносы ЕСВС зарплаты, это называется единый социальный внестр, ну, взносы в пенсионный фонд, пропорционально тоже выросли, и их стало больше. То есть никто не планировал, что бюджет пенсионного фонда раздуется на 20%, но именно так это произошло на 21%. А какие ожидания по дефициту бюджета на следующий год? На следующий год обычные мастерские 3% ВП. 3% ВП? Да, и мы, честно говоря, если проанализировать нашу историю, даже не за 10, а за 20 лет назад, есть считанные годы кризиса, когда мы выходили за термин. А может бюджет Украины стать профицитным? Или это не очень хорошо? Да, но в этом нет никакого смысла. Я напомню для зрителей, кто не знает, профицитный бюджет, это значит, что вы берете сегодняшние деньги владельщикам налогов, нет, 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 и платите по старым долгам, вместо того, чтобы их с легкостью рефинансировать в мере нулевых процентных или низких процентных ставок. Я вообще за рефинансирование. Пускай это, ну, как бы, просто есть куча работ, я не хочу сейчас там нахваливать работы наших американских коллег, но это уже все доказано в экономической теории, что больше преуспели те страны, которые не боялись жить в долг, не боялись буквально. Вы имеете в виду больше экономический рост? Да, они достигли больших темпов экономического роста и большего благосостояния для своего населения в Забиге последние 40-50 лет, чем те, которые экономили, жили по средствам, держали маленький дефицит бюджета или вообще профицитный бюджет. Они росли медленнее. Потому что, если можно, ну, на примере микроэкономики, баланс любой финн, компании, это видно. Если вы берете левередж, у вас роя и роя разные. Ну, вопрос в размере, это левереджа. Ну, надо не... Надо не широко шагать, штанишки не порвать. Да, надо придерживаться здоровых пропорций. То есть, если это разумные пределы долго выдерживаются, то нужно врать долг для акселерации экономического роста. Это уже вообще правило. Михаил, а у меня вопрос. Хорошо. То, что мы с вами... У вас времени еще, кстати? Нет, времени нормальное. Слушайте, мне очень интересен этот разговор. Тут вопрос только вашего. Мне тоже, как всегда, с вами интересно. Я специально удрал от своей текучки, даже выключил телефон, что для меня нетипично. Я не могу. Я маньяк. И вообще... И тем не менее, я это сделал. Мне интересен наш разговор. Вопрос. Что дальше по Украине? Если будет замедляться инфляция, а экономический рост хоть как-то может быть продолжиться в тех же рамках или нет? Мне интересен ваш прогноз. Нет, но на 30% каждый год... Тогда я наконец-то заработаю на своих бандах этих? Смотрите, на этих бандах заработайте. Но я вам советую воспользоваться байбеком, который обязательно будет предложение от Минфина. Уже одно было. Так кто бы сомневался? Да, потому что они, конечно, не в их интересах дать вам слишком много заработать. Да, но там же я не обязан продавать. Они просто дают предложение. Да, конечно. Что сразу поднимает цена бандов. Увы. Так вот, я подтверждаю свой прогноз данный год назад, что мы по-прежнему находимся на 8-летнем траектории суперцикла роста. До 30-го года? 20, скажем осторожно, 28-го, 30-го. При этом... Ну, а, ну да, 30-й получается в 8-летний период. Совершенно верно. При этом, при этом 22-й год будет многими неверно воспринят из-за разных черных лебедей, которые прилетят в этом году, из-за естественного вытормаживания на плату слишком высокого разгона в первый год суперцикла, все воспримут за новую рецессию. Это не так. Не пугайтесь, не сбрасывайте позиции. Потом пожалеете об этом. Этот рост продолжится, потому что, ну, разогнан очень большой маховик. Ну, во-первых, инфляция, такой инфляции нужно для того, чтобы улечься. Все-таки 50% промышленной инфляции, 10% розничная. Ну, извините, это мы индустриально развитые страны обсуждаем, ну, где тоже улетели за, опять, сколько, 6,8 последние, а в Великобритании 9, 8,9. Ну, поэтому они уже начали поднимать реальную ставку. Да, да, да. Поэтому, ну, видите, они их тоже осознанно держат отрицательными, хотя это базильское правило инфляция плюс 1 или инфляция плюс 0. Вот, я об этом и говорю. Действует, и вообще-то, в первую очередь, для них. Смотрите, что получается. В Америке реальные-то ставки сегодня. Ну, давайте так, по трижерям. Соответственно, минус, сколько там, минус 5 процентов. Правильно? Примерно. Я не согласен с вами. Почему? Уважаемый коллега. Потому что это та же ошибка, которую совершает Национальный банк. Но мне, в случае с Национальный банком, мне кажется, тут речь идет о умышленном лицемерии. Но нам же зачем друг перед другом лицемерить? Зачем мы ставки по трижерям, в которые вкладываются миллионы, десятки и сотни миллионов долларов вот такими годами? А то и миллиарды, совершенно верно. сравниваем срочными ценами в сети супермаркетов Walmart. Чем является CPI в Америке? Ведь давно же известно в экономической теории, что существует инфляция для расходов в долларах в сотни долларов в месяц. Вот просто, ну, кэши из кармана или тысячи. И существует инфляция долларовых активов, которые стоят десятки процентов. Но ведь что? Ну, когда вы вложили свои доллары в гонконгские и в южнокорейские индексы, просто индексные фонды купили в этом году и заработали свои 30. Нет, южнокорей проехала вниз. Это не 30 процентов долларовой инфляции вовне. А когда вы в Украине вложили в, ну, будь у нас индекс там недвижимости хотя бы, он бы дал 25 процентов плюс роста в долларе. Все. Если у вас осталось ну, как бы наличный миллион долларов, ну, то 250 тысяч из него сгорело. Если вы не вложили в этот индекс, вот вам 25 процентная долларовая инфляция в этом году в Украине. Что дальше-то, Михаил? Поэтому, зачем мы сравниваем АА? Трежери Биллс это конкурирующий инструмент. То есть, вы можете делать миллиардные, как вы верно сказали, инвестиции за рубежом или миллиардные внутри страны. Внутри страны трежеря. Ну, то есть, вы сознательно вкладываетесь в инструмент, который вас ну, хеджирует от высокой волатильности внешних рынков. Допустим, старая теория, но пока рабочая. и второе, что он вам дает, о боже, он вам дает отрицательный прирост основного оборотов капитала. Буквально, буквально. Естественно. По классике финменеджмента. Так что же вы там сидите? Золото хотя бы, ну, есть люди, что в трежеря паркуются, есть что в золото, да? Золото хотя бы в кризис растет. Притом на эти же десятки процентов, заметьте. А трежеря вам как давали? 1,4. Ну, а, давали 3, а теперь дают 1,4. Михаил, давайте сейчас блиц. Давайте блиц. А то, нет, я понимаю, что это ваши любимые темы, мои тоже. Договорим последнее по Украине. Все будет хорошо. Россия, дай бог, дай бог ей мудрости. Что значит хорошо? Двухдиджительная доходность с гарантией на 8 лет вперед. Немножко угасающий под хвост, но вообще такое бывает редко. Вы говорили в свое время, что в течение 10 лет доход украинца, ну, я смотрел ваше интервью с тем же самым Гариком Карагодским. Вы сказали, что вы верите, что в течение 10 лет доход украинца будет примерно 1,5-2 тысячи долларов на человека. Да. Вы сказали, что вы верите в то, что ВВП Украины вырастет минимум в три раза. Да. За счет чего-то? А, да, еще вы сказали интересную вещь. Для этого не надо совершать сильных ошибок и просто быть в тренде. Да. Подождите, быть в тренде, это значит, что весь мир будет расти такими же темпами? Есть теория догоняющего роста Джеффри Сакс, величайшего мирового, одного из трех, я считаю, величайших изданий живущих экономистов планеты. Так у вас в этом самом кабинете его портрет. когда у вас, не, просто три книги я вас летаю. Одно и тоже. И когда вы большая экономика, вы уже растете на свои полтора, два, ну там, три процента в год вообще гордость. А когда вы именжен маркетс, у вас так называемый догоняющий рост. Вот я не знаю, как это объяснить не на получасовой лекции. Хорошо, попробую на примере одном, всем хорошо известном, Албания. На Балканах самый последний после супер-дефолта возникает страна, окруженная странами, где зарплата тысячи евро и выше в месяц. А в Албании сто. А теперь посмотрите на цифры роста зарплат и доллара в Албании. Она просто она летит или там бы произошла стопроцентная депопуляция населения, которая все просто не там три миллиона или пять, как в Украине. Просто все поехали, потому что все, вот не хотим жить на 100 долларов, хотим жить на полторы тысячи в Италии. И просто все ли поехали, вот сели на мотоцикл с коляской и уехали все. Или цены товаров инфлируют, подтягиваются, потому что иначе тогда вся Италия, вся Сербия, вся Хорватия ездят за покупками туда, потому что там цены в супермаркетах под людей, зарабатывающих 100 долларов вместе. Поэтому цены растут. Когда цены растут такими темпами, работодатели бедненькие, вынуждены повышать зарплату на эти же десятки процентов, в итоге мы смотрим за пять лет. Это арбитраж, закрытие арбитража. Абсолютно видно. И вот за счет вот этого, то, что вы называете правильным фондовым термином закрытия арбитража, в макроэкономике называется термином догоняющий рост. То есть это не то, что мудрое правительство так устроило. Или что? Просто когда в результате двух лет войны на карте Восточной Европы возникла страна с 40-миллионным населением, где средняя зарплата обвалилась за два года войны с 500 до ну тогда, простите, не 500, тогда 450 было, с 450 до 170 на нижнем пике, то оказалось, что здесь выгодно все производить на следующие 10 лет. Все, Украина, следующая Китай. Растут, как грибы производства на Западной Украине более 400, уже более 600 этих заводов открыто. По крупноузловой сборке, по любой. А, кстати, этот год, ну это не важный такой, ну это политически важный был для страны момент, что мы в свое время потеряли из 24 миллиардов 17 миллиардов экспорта в Россию. Так вот, в этом году экспорт в Евросоюз превысил наши потери от потери экспорта в Россию. Это 21-й год, первый. А что вы поставляете, кроме продукции сельского хозяйства? Электропакеты для Мазерати, вся линейка техники LG, вся линейка техники Samsung, много всего. Интересно. Да. То есть Samsung и LG теперь производятся в Украине? По тысяче, по 800 работников сборочной цеха стоят. Ясно, что это крупноузловая сборка, но это все добавлено стоимость, которая сделается здесь, и это экспортная выручка, которая идет в Украину. Очень интересно. В Турции зарплата в промышленности 1200-1300 долларов, в Китае 800-1000, в Украине в этом году рекорд 600 долларов. А, средняя зарплата впервые превысила 600, как я и прогнозировал, заметьте, но я говорил 625, она стояла 609. Вот мы ошиблись на 2%. В Киеве средняя зарплата превысила 900 долларов. То есть Киев по показателям уже в Евросоюзе. Михаил, тогда законный вопрос. А вы спрашиваете, выдержит ли Украина траекторию полтриллиона ВВП и полторы тысячи зарплата? Полторы тысячи зарплата точно выдержит. До 500 можем немножко, не дорасти. Ну, это, ну, как бы, время покажет. Но первый год дает оптимизм. 150 на 200, это за первый же год. У нас еще 7 впереди, так что... Тогда вопрос, как иностранный инвестор может на этом заработать? Ох. И начну с... Вы говорили боится. Нет, а я буду коротко. Давайте коротко. Давайте. Первое. Все украинцы знают, не знаешь, с чего ходить, ходи с Бубей. Не знаешь, с чего покупать, покупай квадратные метры в Киеве. Да, верный совет. Рынок сейчас на дне. Вот, да, я посмотрел. То есть, рост уже начался, вы уже по суперценам, вот по нижней точке вы не купите, но вы купите, вот если цикл еще будет институт, вот вы во второй точке вот здесь. Это тоже неплохо. Нет, нет, ну я смотрел, ну я смотрел, можно, например, неплохую квартиру в Киеве, купить там 2-2,5 тысячи долларов, можно было, я имею в виду, в хорошем районе там, Печорский, Липкий и так далее, там, года полтора назад, год назад. Сейчас я так понимаю, что это уже где-то 3. Но сейчас премиум класс находится в диапазоне 3-5. Я думаю, что эверэдж это 3200-3500. Ну это вот премиум-премиум. Нет, премиум-премиум. Забыли про сверх-премиум. Сверх-премиум не надо, да. Вот просто премиум, то есть дом со всеми, там где на каждую квартиру есть свое паркоместо, или это историческое здание в центре, или это там, ну премиум, да. Но как тот дом, в котором вы были у меня в офисе. Вот это премиум. Ну что, а юкий домик? Ну красивый. в governmental сквере, ну это за 300 метров от парламента. 300 метров от парламента, да. И посмотрите, сколько такие старенькие домики стоят в Белгравии за 300 метров от Букингема. Или от парламента. И ну я думаю, что в конце цикла мы получим 10 плюс за метр в Киеве. В конце цикла вы получите 10 тысяч долларов за метр. Да, потому что вообще-то 10 тысяч долларов в этом районе стоил метр в 2008 году. Причем это новых долларов, а не старых. То есть по сути это будет... Нет, доллары, к сожалению, одни и те же. Они уже пережили мировую инфляцию. Довольно сильно девальвировавшиеся. Хорошо, с недвижимостью понятно. Ценные бумаги. У меня ощущение, что фондовый рынок на Украине еще и не собирается вообще создаваться. Хотя биржи есть. Смотрите, тем не менее, давайте помнить о New Economy, которая сама себя создает. своей невидимой рукой рынка, не прибегая к помощи бюрократов и регуляторов. У нас создается фонд фондов и вообще есть несколько частных фондов, которые... Ну, во что выгоднее всего вкладывать? Где самый высокий рост? В New Economy? Это IT. Но как я люблю шутить, но, минуточку. Какое IT? Сам черт ногу сломит в этом IT. Все теперь себя называют IT. Какое же IT? Его уже сто тысяч видов этого IT. Как разобраться во всем этом? А для этого есть профессиональные фонды, которые не просто вот так знакомые, там, добрели до вашего офиса, Евгений, и говорят, ой, дядя Женя, дайте сто тысяч долларов, у нас такая гениальная идея, и вы. Не, ну, вы имеете в виду правила этой кватифонды. Правила этой кватифонды. Да, 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 но проблема в том, что эти... Их очень много возникает, и они, я думаю, что когда они опубликуют через год, а потом через три свои отчеты у Ростя, то просто все к ним побегут. Но вы можете сейчас зайти одним из первых, потому что там очень сильная экспертиза, очень сильная экспертиза, один из фондов я знаю, а, и создается, кстати, и государственный такой фонд, там вообще суперсильная экспертиза, это личная Минцифра занимается этим. К ним уже большие там заходят иностранные деньги. То есть я думаю, что вот это будет одним из приоритетов. Потом создаются такие же эквити-фонды по земле, которые формируют, ну, насколько земля пошла? Ой, вы знаете, вот это меньше моих ожиданий. Я ожидал большего фрифлота, я ожидал большего движения. Как-то так оно консервативненько пошло. Почему? Это оно из-за недостроенной, ну вот, еще недостроенной вот эти вот инфраструктурные единицы, которые должны быть на рынке. И самое главное, нелепое ограничение в 200 гектаров в одни руки. То есть сейчас юристы будут фондировать это как-то, ну, но, поскольку получается немножко кривая юрмодель, то рынок не так летит, как нам. Смотрите, налоги. Я смотрел вашу... Я понимаю. Я смотрел ваш разговор опять же с тем же самым Гариком, где вы очень нежно высказались про человека, который... Вам его Денис зовут. Очередно вы имеете в виду Данилу Гетманцеву? Да, Данилу, из Дениса. Глава налогового комитета. Да, глава налогового комитета. Вы сказали, что это вот человек, это по сути своей тот, тот тормозит экономическое развитие страны. То есть, нет, Гарик вам справедливо сказала, что ж не сделаете из Украины налоговый рай, пока можно, пока она не член ЕС, пока Евро еще здесь не бегает, и не будет никогда, неважно. Что ж вы не сделаете здесь налоговый рай, вы сказали, это ваша головная боль. Так у меня вопрос. Хорошо, если действительно вот такая позиция, потому что мне тоже удивительно, я вам более того скажу, когда Украина допустила, что она подписала все законы и по сути те же, то же самое законодательство о КИКах, что есть в России, сейчас на Украине, только в Украине еще больше налоги, чем в России. Я думаю, зачем они это сделали? Теперь многие украинцы будут думать о том, как бы жить не в Украине или на Украине, неважно. Так вот, будут стараться жить не в стране, чтобы иметь, то есть, есть же конкуренция налоговая, и есть... Международная налоговая, Да, 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 есть Дубай, есть, в конце концов, даже Болгария, давайте не будем далеко ходить. 10, 10 и 5 на дивиденды, 5, 10 на промышленные, на предприятия и 10 на граждан. Вот у меня вопрос, почему Украина этого не сделает? Ну, почему? Что начинает? День, чем оправдаться, действительно, пока что мы находимся, вот если есть экономические циклы, есть политические циклы, мы находимся в середине политического цикла, где вверх взял в налоговой политике но не особенно разумная стратегия, которая называется big government. То есть, давайте все налоги стащим побольше в центр, за счет них, за счет госинвестиций будем строить дороги, мосты, там, все остальное, поддержим экономику. Да, 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 да. Подожди, это вы что, сейчас у России, что ли, курсы походите? Я говорю не про вас, Михаил, я об Украине, я говорю о сути экономической политики. Тренд российский сейчас, давайте сделаем big government. Да, и еще американский, я вам скажу. Так подождите. Еще европейский. Присмотритесь внимательно. Нет, то, что тренд ливизны идет по всему миру, я понимаю, но... Это левая экономическая политика. Левая экономическая, но вам не кажется, что это скоро изменится? Я очень хочу, чтобы это изменилось. Я не уверен, что это изменится скоро, но я уверен, что... Да, вот тут вы уже обвинили Украину в том, что это государство хитрое и ловкое такое, которое умеет обращать себя в выгоду. Я не позавидовал. Чужие ошибки. Так вот, я очень надеюсь, что Украина выскочит из этого агонии ливизны первой, и мы заберем на себя, как Болгария, ну, все неправедные конкурентные преимущества, то есть мы еще и налоговые разницы сделаем, для того, чтобы собрать чужие деньги. Зачем мы 25 лет новейшей экономической истории Украины не облагали доходы ни своих граждан, полученные за рубежом, в этом смысле были очень удобные юрисдикции, где можно держать паспорт, налоговое резидентство, и взяли и ввели это. Хотя есть минимум три государства Евросоюза, в которых этого до сих пор нет. Ну, Португалия, Мальта и... Поэтому сейчас все спешат получить португальский паспорт. А, и Голландия. Поэтому, ну, просто удивительно. Да, и они по 100 тысяч евро стоят сейчас по португальские, мальтийские паспорта. Украинские могли бы стоить. Ну, не 100, но 50. И что, мы уже прыгнулись. Зачем мы сами, зачем мы сами себя этого лишили? Я не понимаю, но это такой политический цикл. Кстати, это обратимые изменения. Ну, к счастью, это обратимые изменения. Видите, даже эти глупости не... ну, инерция роста так велика, что это еще не превратило нас в минус. Хотя, честно говоря, попытка строительства социализма подрезала на взлете и не такие мощные экономики, Ну, это социализм с украинским лицом? Была мощная очень кубинская экономика, которая была там пятой-шестой в мире до революции. А, ну, это давно было. Но, тем не менее, тем не менее, была мощная очень экономика республики Венесуэла, которая имела нефтедобычу на душу населения больше, чем в России. И социализм сгубил, да, я знаю. Да, ну, в общем, мы имеем этих вот примеров, где, ну, и не такое способны погубить леваки, когда приходят, ну, Иран мог быть такой, как Дубай. А какой он, да, ну, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, грустно смотреть на левый тренд, особенно на Соединенные Штаты, но, которая была всегда страной, флагманом, страной-гарантом, страной наших надежд, ну, гарантом мирового порядка, где главный принцип это права человека, ну, права человека. Ну, я бы здесь поспорил, я бы здесь поспорил, потому что, мне кажется, что главный принцип Америки это делать так, знаете, они говорят красиво, а суть, она та же самая, что делала и Англия. У Англии нет вечных друзей, есть только вечные интересы. Мне кажется, что сейчас Америка примерно то же самое, и, кстати говоря, те же санкции, частично, это плод элементарной конкурентной борьбы. Вы скажете, это не так? Я, поскольку нахожусь в государстве, которое подверглось агрессии, я не могу ни слова против санкций, потому что это личный вопрос, конечно же. Хорошо, я не буду. Есть должны быть правила мирового порядка, ну, хотя бы о каких-то правилах, давайте хотя бы не будем в 21 веке, давайте вести торговые войны, информационные войны, но давайте не будем бряцать оружием. Согласен. Нет, здесь, Михаил, я на 10 тысяч процентов согласен. И здесь было нарушено это правило, поэтому хотите обижайтесь на санкции, хотите не обижайтесь. Нам всем в Украине кажется, что санкций это еще слишком мало. Нет, Михаил, давайте мы с вами договоримся. Мы с вами, вернее, об этом уже договорились. Такие трудные моменты мы просто не обсуждаем, потому что, а зачем? Да, простите. Нормально, нормально. И поймите, в данном случае мы с вами пытаемся быть максимально объективными. Мы смотрим на цифры, на экономику, мы смотрим, ну, как бы у меня есть инвесторы, которым интереснее заработок, и мы пытаемся понять, как будет жить этот мир. А уж остальное давайте оставим политикам или недополитикам, или тем, кто считает себя политиками, или тем, кто считает себя политологами, несут в себя кучушь и только тревожат людей. Вот это мне бесит до крайности. Я не буду вас спрашивать, будет ли война между Россией и Украиной, это бред. А я не знаю. И я не знаю. И я не знаю. Давайте признаемся себе, что у нас компетенция в чем-то другом. Мы же с вами не военные стратегии. А знаете, какой канал не включи, а все знают. Есть одна проблема. Мы с вами знаем экономику. И когда я смотрю, что несмотря ни на все, ни на все то, что происходит, торговля по-примежнему существует. Газ, который типа идет куда-то реверсом, существует. Это огромные деньги. И мне всегда хочется сказать, ребята, вот все хорошо, но вот это все никто ломать чертовой матери не будет. Это так слово. Экономисты показали нам ряд рациональных поступков, которые... Может быть, мы не будем об этом спорить. Я бы хотел верить в то, что вы говорите. Я бы хотел, чтобы мир был рационален и так любил деньги, как любим их мы с вами. Но мы имеем примеры поступков в топ-политиков планеты, которые вообще не про деньги, а про какие-то амбиции. Вы назвали, опять же, в беседе с тем же Гариком, я внимательно про что дировал, мне было очень интересно, современный мир, планета дураков. Вы правда считаете, что у нас планета дураков? Вот я сейчас не вспомню, это моя цитата Эли Гаррика. И кто-то очень сочно сказал. Нет, пожалуй, нет. Я как раз считаю, что разум когда-нибудь победит. Всегда. Ну, то есть он побеждает всегда. Иначе бы мы в палеозуе застыли бы в развитии. Тогда давайте теперь блиц на этой ноте. И коротко. Вот мы с вами в 22-м году ждем черных лебедей, стаи таких, жирных лебедей. Очень много. Опишите коротко, какие они? Дюрация на рынке в облигации в Америке, автоматически означающая каскадное банкротство в финсекторе. То, что я постоянно говорю. Отток денег, сэмержен маркетс, панический по этому поводу. Это возможность? Типа может быть? Это почти неизбежность. Вот я на это смотрю уже почти как-то на неизбежность. Которая, кстати, не сломит суперцикл. На этом фоне резкий отток денег с IT. Там тоже многим покажется недофинансирование раундов, отсутствие нового финансирования. У них будет голодное полгода, потом все, кстати, восстановится. Но поскольку с ними это всего лишь второй раз в жизни такое случается, они будут в панике. Третье. Мир не произведет столько питания, сколько должен, потому что подорожали химудобрения. Украина произведет только 20% от потребности. Никакого 100 миллионного урожая уже не будет. Мы 80% удобрения не довнесем в почву. Это уже гарантировано. Так что, покупаем европейские фермеры недопроизвели на высоких ценах химики недопроизвели 40% удобрения. У них один шанс экспорт из России. У России не хватает такого количества удобрения, чтобы удовлетворить даже суперпремиальный рынок Евросоюза по ценам. То есть, в Украину она точно не поставит ничего. В общем, и в Европе, и в... Правда, в Америке будет хватать удобрения. У них все свое. И в Европе, и в Украине, и в Латинской Америке на высоких ценах на газ недовнесение удобрений и рекордно даже низкий урожай по многим культурам. Это означает неизбежное что? Рост цен. То есть, будет плохой урожай, рост цен. Цены и так на хаях на Чикаго. Поэтому украинские аграрии сначала постунут поплачут, что это вот а потом обрадуются, что все-таки у них эти остатки урожая покупают дороже. То есть, агрокризис воздействует. Это означает, и агрокризис неизбежно. Еще один виток мировой инфляции, потому что подорожает. Самое главное, что в ходе в ее индекс продукты питания. Это уже чистая розница, и это уже никуда не спрячешь. То есть, инфляция будет продолжаться? К сожалению. Они ее сейчас подавят за первое полугодие монетарными мерами, а во втором она вылезет через недоурожай. И это программируется на 2023 год опять высокую инфляцию, что программирует продолжение роста ставок. Ну, то есть, они не остановятся ни на одном, ни на двухпроцентных пунктах. Возможно, ставки в мире вообще придут в порядок, вернутся в зону двух-трех процентов. А если нет? А если выше? Или не смогут? Ну, если выше, мы тоже жили и в такие времена. Евгений, мы с вами... Что? Вопрос количества банкротств, которые будут при ставке 5, например. Ну, как рефинансироваться при 5, когда у вас, например, по недвижимости вся американская недвижка, весь кэшфлор отрицательный становится? Ну, подумайте. Давайте живем до этой проблемы. Мне кажется, до 5 они не допустят, они тогда скорее запустят опять количественное смягчение, а не подпечатают недостающие для домохозяйств. Тогда можно поддержать совокупное предложение. Смотрите, почему обвалится недвижка американская? Потому что у них не будет денег для обслуживания текущих платежей. Они им чеки вышлют и они обслужат, и все. А ставки пускай доходятся на любом значении. Когда вводили компанию FUNYMES с искусственно низкой ставкой по ипотеке 5 с четвертью, коммерческие ставки в банках США находились на уровне 13-17 в долларе. Это же специально была создана антирыночная FUNYMES модель заниженных ставок. И она выжила. Ну правда, она потом обанкротилась, но это уже детали. Спустя 40 лет, когда были нарушены там уже вообще все... Что такое 40 лет в масштабах мировой жизни? Ну давайте в России или в Украине построим компанию, которая 40 лет проживет на финсекторе, а потом скажем, ну это был так себе эксперимент, все-таки она же не выжила, ничего себе не выжило. Я с вами согласен. Хорошо, золото. Ой, тут, Евгений, я бы вас послушал. Я думаю, что ему не суждено резко подешеветь в следующем году, потому что из-за того, что черное леви... Вот оно только-только подешевеет, опять что-то приедет, и опять все паркуются в золото. И оно вот так вот будет. Я думаю, что оно еще на хорошее 22-23 запрограммировано с высокой волатильностью и постоянными качками вверх. То есть мы еще увидим и 2000, и 2000 плюс. Гривна будет стабильной? К сожалению, это уже совершенно точно, просчитано. Кого интересует, кстати, я не могу про рекламировать наш мастер-экономик олотлог. То есть вы же сказали, что без рекламы. Что такое? Всегда наиболее точно, не просто курс на год вперед, а траектория по году мы неизбежно получим, как мы имели позитивный платежный баланс, я вам это говорил, и прогноз сбылся, от 7 до 10 миллиардов долларов в этот год, был 7 плюс, до десятки там чуть-чуть не дотянули. В следующем году точно так же неизбежно у нас будет 1,5-2 миллиарда долларов отток валюты по внешнему счету, потому что экспорт уже не будет расти этими темпами, а импорт будет, население разбогатело, и оно захочет покупать больше айфонов, образодесов и всего остального. И наши модели показывают, что импорт продолжает, потребительский импорт, самый опасный, продолжает расти, и гривня неизбежно будет девальвироваться. То есть куда? Тридцатка, тридцать пять? Нет, нет, ни в коем случае, она даже не дойдет до тридцати, это вы просто не понимаете себе, какие... Давайте я вам так просто скажу, вот наша модель, ее можно сложно математически описывать, а можно так сказать просто как для... Вот как я чиновникам люблю объяснять, в чем состоит наша модель, почему она точно прогнозирует курс. Говорю, вы понимаете, что у нас каждый миллиард гривен перевала спроса или предложения по месяцу посчитан в копейках курса при разном поведении интервенции. Там много... Там функция многих переменных, но грубо для понимания. Или, грубо говоря, сколько нужно ввалить лишних миллиардов долларов по спросу или по предложению, чтобы прогнать курс вверх на 60 копеек или вниз на 60 копеек или на гривню вверх или вниз. Так вот, для того, чтобы дойти до 30, нам нужно колоссально... Нам нужно 6 миллиардов долларов лишнего спроса. на доллар. А их физически просто нету. Евгений, ну вот если все население вот так вот зимет, сосредоточится. Понимаете, когда была паника, что завтра война, вот уже точно по всем телевизорам передают, население в панике скупило аж 1,8 миллиардов долларов. Ну вот покажите мне еще, где у бедных украинцев еще 4,2 миллиарда долларов, чтобы догнать этот курс до 30-ки. А я уже молчу о естественном сопротивлении импортеров, которые начнут, ну начнут эти деньги выдавать. Я молчу о том, что нацбанку выплюнуть из резервов 3-4 интервенции, это вот так вот. Ну, просто, ну, это для кого-то может фетиш, тридцатка, но рыночным путем дойти туда при исходных макроэкономических показателях этого года, ну, практически невозможно. Ну, вот практически невозможно. Я понял, вы уже завелись на любимое. Наш прогноз курса это коридор 28,5-29,5. Окей, спасибо вам. Я запомнил. На конец следующего года. У нас все ходы записаны. Да, пожалуйста. Ну, и последнее. Поскольку в Украине, на Украине, если люблю пошутить на эту тему, помните, как мы обсуждали, как умрут, таки схваете, на Украине милые. Шевченко употреблял оба предлога, да? Да, именно. В этом весь прикол. А кто поспорит с Шевченко? Никто. Кто бы посмел? Кто посмеет? Не, ну, придали политическую окраску и вот... Согласен полностью. Я из принципа говорю иногда в, иногда на. Пускай меня судят. Так вот, смотрите, у меня вопрос такой. Ну, вот мы с вами рассмотрели, вы видите примерно пять таких жирных, таких лебедей, которые летят, кружатся, это уже пять, уже стаи почти. Так вот, на сколько рынки в итоге упадут? Ваш прогноз? Я понимаю, что вы скорее макроэкономист, вы не рыночник, но мне тоже интересно. Ну, для Украины это будет означать, что ее номинальный доллар вырастет не на 30, как в этом, а всего лишь на 10-11 процентов в следующем году. Какая трагедия. А реальный может быть на вырасти всего лишь на, ну, опять, на 2-3 процента. То есть, опять, по Бадам ничего не достанется? Да, больше трех мы вам не дадим. В одни руки. И что касается мировых рынков, то в целом по году, я думаю, что просадки индексов не будут, но внутри года будут, конечно же, кажущиеся всем ошеломительными. Поэтому, кто не заработал на этом ралли Теслы и кого-то там еще, и Амазона, то у вас есть шанс. Потому что паникеры во время дюрации облигаций понаскидываются, пакетов, и опять заработаете 2x на абсолютно голубых фишках. Хорошо, скажу иначе. Прогноз Goldman Sachs на конец 22-го года, индекс S&P что-то по-моему 5700. Прогноз, кстати говоря, Morgan Stanley, по-моему Morgan Stanley или кого-то из крупных тоже, 5000, нет, стоп, подождите, сейчас 4700, значит где-то 4400. Вот такая разница прогнозов. Причем вот крупняк один считает, потому что неопределенность. Действительно, вот понимаете, мировая неопределенность вот эта вот, она действительно выросла, и никто толком не может сказать, и каждый считает по-своему прав. Евгений, я... Ваше мнение. А Миша Кухаров сдержался. Миша Кухаров сдержался. Потому что кто я такой, чтобы говорить не о своей кафедре? Смотрите, я могу описывать макрофакторы, ну, в то, как я их вижу, если кому-то ценно мое мнение, кроме своего собственного. Но переводить это в базисные пункты стандарт и пульс я бы не осмелился, но пускай ребята, у которых мы математами на это заточены, прогнозируют это, а я буду своей. Я просто вижу, как мировая... вот как я наблюдаю уже при своей, ну, не только то, что из учебников, знаю, но вот как бы уже при своей там бизнесе, научной биографии третий экономический цикл в Америке, ну, и в мире. И как-то вот есть, ну, много считать приходилось, но есть какое-то интуитивное ощущение, есть какие-то мнения людей, которым я действительно доверяю, как Джеффри Саксу, но их публикация Кенет Рогов, Стиглиц. Кстати, Кенет Рогов считает, что будут очень сильные потрясения, я читал его. Я учитываю его мнение. Я надеюсь, вам понравился наш разговор. Скажу честно, мне каждый раз с Михаилом общаться, это одно удовольствие. Так что, знаете, лайкайте нас, вот лайкайте, мы любим это дело, ходим такие все облайканные. Приятно, что вам все равно, нам приятно. Ну и подписывайтесь, подписывайтесь обязательно и на мой YouTube-канал, и я вам очень рекомендую, ну, кому это нужно, можете связываться с Михаилом по поводу его исследований. Могу сказать только одно, это действительно очень профессиональные, очень качественные исследования, и они касаются, кстати говоря, не только Украины, экономического роста Украины, но и по всему миру они достаточно актуальны, и мне лично более интересны здесь подходы. А подходы более чем научные и профессиональные. Спасибо. Спасибо.